Я это не могу перебить в своей башке. Я понимаю, что это просто абсурд. Это нелогично, это неправильно. Так не делаю. С 2009 года я увлекаюсь дрифтом. На сегодняшний момент у меня есть две BMW в 46-м кузове с моторами от Chevrolet Corvette разных поколений. Я не думал никогда, что я могу вписаться в такой блудняк, как Chevrolet для зимнего дрифта. Поэтому, когда друзья позвали попробовать покататься в Красноярске, у меня встал вопрос, как найти машину, подготовленную за два дня. Я купил эту машину слепую. И когда я прилетел в Красноярск, и первый раз я ее увидел, открыл дверь, увидел, что там нет сидения, но на самом деле оно там было, просто оно стояло на месте заднего сидения. Тут я понял, что я конкретно влип. Машина была в крайне грустном состоянии. Она была подготовлена под дрифт, но она была полностью выпилена. В ней не было ничего, кроме кузова и старых изношенных запчастей, которые очень плохо работали. Все первые выезды на этой машине заканчивались практически одинаково. Ее эвакуировали с трассы. Ну вот. Всегда. Мне ее было очень жалко. В результате, конечно, было бы логичнее ее просто выкинуть, либо, может быть, сжечь там же, в Красноярске. Но я в нее поверил и захотелось просто дать ей вторую жизнь. Поэтому я привез ее в Питер. На сегодняшний момент, я думаю, что она стала совершенно другой. Я исправил ее судьбу. Я дал ей второй шанс. Я чувствовал в ней потенциал. Я хотел ей придать шика блеска, которой у него до этого совершенно не было. Этот ржавый голый металл было совершенно не то. Он ей совершенно не шел. Итак, это ВАЗ-2105, собранный практически с нуля, чтобы все было сделано так, как хочется мне. Все было поменено на новое. Все, кроме салонного зеркала, самого непосредственной силовой основы кузова и тросика спидометра. Все остальное в этой машине стоит абсолютно новое. И я надеюсь, что, в принципе, это может дать надежду на то, что она все-таки перестанет жить этой своей красноярской жизнью. Опыт знакомства с ней заставил меня пересмотреть полностью концепцию. Я сделал так, чтобы максимально избежать любых поломок. Поэтому, если раньше были дешевые шланги, то теперь они армированные. Если стояла простая коробка, плохая, убитая, с плохо включающими передачами, то сейчас стоит кулачковая коробка, которая должна дать хороший уровень надежности и так далее. Купил новый мотор из Тольятти 1.8, 16-клапанный от Priora Coupé и еще ряд автомобилей, куда он ставился. Если мне скажут, готов ли я пройти этот путь заново, постройки машины с голого кузова, я, наверное, скажу нет. Некоторые вещи нужно испытать один раз в жизни и помнить их потом всю оставшуюся жизнь. Но если мне придется заменить ее на кого-то в будущем, на другую, Джульетту, то я пойду по другому пути, конечно. Этот путь был крайне тернист. А почему ты обезал Джульетту? Ну, почему-то, потому что при определенных обстоятельствах я понял, что внизу у меня стоит Джульетта и ждет меня, когда я приду к ней и навалю. И у меня жесть здесь, она от Джули, понимаешь? Потому что Жига, Джулия, потому что она у меня была мурась, у как-то скотина, еще как. Я ее только не вызывал в прошлом году, потому что она мне вызывала именно эти эмоции. Я к ней подходил, у меня появлялся оскал, понимаешь? Потому что я ее реально ненавидел. А к ней я подхожу, у меня нет эффекта, что я ее не могу терпеть. То есть, как бы, я ее реально люблю, уважаю. И поэтому у меня почему-то на... Ж, 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 Ж... Так она же Джулия, так она же Джульетта. И вот так вот и получилось. Поэтому это моя голубая мечта видеть Джульетты. Я Сергей Горбатенко, а это мое Жигули. У вас 2105, Джульетта. Чудож на земле. ААААА! ААААА!